Меня зовут Сергей, и перед тем, как я приступлю к своему докладу, у меня вопрос. У кого будет? А тут, тут, тут. А на церкви? Ну, то есть, за вас стоит. Точно. Спасибо за вопрос. Я. Спасибо. Итак, мой доклад будет менее техническим, так что можете расслабиться. Я написал название нашей компании, я с ней написал про слово Scrum. Но не надейтесь, Scrum я вас сегодня не научу, к сожалению, ремалент нашего мероприятия запрещает мне говорить дольше, чем 26 минут. Поэтому сегодня я вам расскажу лишь про некоторую часть из Scrum. Расскажу немного о истории нашего знакомства с этим фреймворком. Расскажу про оценку в story point'ах, такая техника под названием planning poker. Ну, и, естественно, расскажу немного о результатах, которых нам нужно достичь в компании, благодаря реальному времени в Scrum. Откуда появился Scrum? Есть такие два товарища замечательных. Джефф Савдерланд и Кен Шрибер. В свое время они работали там. Джефф был вообще пилотом, долгое время служил в армии, потом ушел в медицину, потом ушел в бизнес, немного даже что-то программировал. Очень долгое время занимался и потом весь опыт как бы аккумулировал. И Кен ему помог в том, чтобы оформить это все и назвать это дело Scrum. То есть Scrum он официально был публикован в 1995 году на конференции OPSLA, что называется, объектно-ориентированное программирование системы, языки и приложения. Также эти два товарища являются отцами основателями Agile-манифеста. Ну, кто хочет посмотреть, если кто еще не смотрел, пожалуйста, все ищите в интернете, все доступно. Также Джефф Савдерланд основал компанию Scrum Inc. А Кен основал компанию Scrum.org. Все они занимаются фактически одним и тем же. Они тренинг людей по всему свету и учат их, как делать Scrum, как его внедрять. Как уже было, наверное, сказано, немного некорректно, что Scrum и технология вообще Scrum это фреймворк. Его можно натянуть на любой технический и нетехнический процесс. Строите вы дом и ремонтируете комнату, готовитесь к диплому или разрабатываете забильное приложение. Еще я познакомился с такой товарищем, как Joe Justice. Он, в свою очередь, применил Scrum для создания такого концепта автомобиля, который на одном налоге может проехать 100 дней. Был такой конкурс в Штатах, и он, естественно, его не выиграл, потому что у него не было бюджета, и он конкурировал с такими гигантами, как Ford, Chevrolet и так далее. Но его заметили. Благодаря тому, что они собирали автомобиль в течение одной недели, и любой измененный автомобиль они могли сделать в течение одной недели, они очень достойно выступили на этом конкурсе, и его стенд был расположен рядом с этими гигантами, то есть он был в фокусе внимания, и в итоге его Сазер он заметил и пригласил работать к себе в компанию с краном. Вот с тех пор Joe путешествует по миру, всех тренит и обучает страх. В 2014 году мне как бы удалилось побывать на конференцию South by Southwest. Кто слышал об этой конференции? Три человека лично. Она проходила в Остине, и, собственно, там был воркшоп под руководством Джон. Целый день мы занимались изучением скрама. Но это было не такое сухое изучение теории, а скорее было жесткая практика. Мы зашли вот в такую комнату в отеле, на полу были разбросаны детали автомобиля, и нам нужно было в течение одного дня собрать автомобиль. Вот, как видите, там на заднем плане есть доска со сникерами, Джойстик что-то объясняет им свои истории и достижения Вики Спида. В итоге, конечно же, мы машину собрали, но нам не разрешили на ней погонять, потому что по правилам безопасности отеля пронесить бочку с газонином туда не нужно. Но это июмение было очень интересно. Вы видите, что на доске мы к концу нашего воркшопа передвинули все стикеры с лево-направо. Так, небольшое знакомство с астрала начинает. Все было очень весело. Тот даже сходил за выпивкой, и мы снимались с города в этом автомобиле. Ну, видите, Джо очень был погоним. Вот, а в этом году, в апреле, я был на тренинге под руководством Джоа. И, собственно, благодаря этому тренингу я получил сертификат скроммастера. Джо меня узнал, что я был у него на воркшопе в осень, он очень был этому сильно проружен. Он вообще человек, довольный по жизни. И так, что такое скром? Для себя его можно запомнить очень просто. Это три артефакта, три активности и три роли. Давайте начнем с артефакта. Ну, пожалуй, Make Work Visible. Оп. Имеется в виду, что самая главная цель с травой – это сделать всю работу прозрачной, чтобы каждый понимал, что где происходит и как. Это достигается очень простым методом непосредственно доски и стикеров на доске. Есть еще следующий артефакт – это Sprint Backlog. Нет, давайте с Product Backlogа начнем. Собственно, Product Backlog – это такой список задач, которые необходимо реализовать в проекте. И у него есть одна особенность. У него, чем задача выше в этом бэклоге, тем она наиболее важна и наиболее востребована в данный момент времени. То есть Product Owner и клиенты могут перемещать задачи по этому бэклогу. Вверх-вниз. Если задача не царитетна, она уходит. И следующий артефакт – это Sprint Backlog. Это именно тот кусочек Product Backlogа, который команда берет для реализации в конкретном спринте. Этот процесс происходит на таком мероприятии, которое называется Print Planning. Команды собираются вместе и при помощи Product Owner они выясняют всю жизнь каждой задачи и оценивают ее, перешают, что, допустим, в этом спринте мы сделаем пустовую задачу. Также есть такое интересное мероприятие, как Product Backlog Refinement. На этом мероприятии, которое может случиться в любой момент времени, оно не привязано к циклу самого спринта или скрама. То есть по инициативе Product Owner, допустим, клиент ему позвонил или как-то с ним связался, говорит, я очень сильно хочу, но уберите эту фичу в приложении в следующем спринке. Всю информацию вывалю, Product Owner идет в команде и говорит, ребята, собираемся на там рефайнер. Вот новая задача, и срочно заоценить, понять, что надо сделать. Коменды это все дело оценивают, и эта задача попадает уже в Product Backlog сначала, потом, когда спринт закончится, команда возьмет эту задачу в следующий спринт. Есть еще одна очень важная активность, скрам, называется Daily Scram или Daily Video. Или стендарт. Названий достаточно много, но суть одна. Каждый день в определенный период времени команда собирается в доски, если она работает с физической доской. Ну, либо в мониторе и смотрит на виртуальную доску. Каждый отвечает на три вопроса. Что он сделал вчера, чтобы выполнить цель спринта? Что он собирается сделать сегодня? Есть ли у него какие-то проблемы? То есть таким образом вся команда знает то, что делает, то, что собирается сделать, и кому нужна помощь. Чем-либо. Следующая интересная активность – это спринт-ревью или гэмка, демонстрация. То есть когда спринт выполнен, и команда готова выйти на демонстрацию, не то чтобы готова, то есть спринт – это фиксированный таймбокс, который нельзя наблюдать. То есть когда мы решили, что это одна неделя, все звучит, то есть в течение одной недели, четкое, определенное время мы выходим на демонстрацию, и команда города показывает, что она сделает в целом спринте. Участниками на демонстрации могут быть кто угодно. Ну понятно, что это и команда разработки, и скромастер, и продукт-онер, но также могут присутствовать все заинтересованные лица, и дедушки, и бабушки, и клиенты, и инвесторы. Короче, все, кого вы можете собрать на дендер и собирать. Цель этого мероприятия – получить дендер. То есть так или иначе, в мобильной индустрии все являются пользователями приложениями, и когда мы смотрим на дендер, мы можем сказать свой ценный кейлбек на ту или иную фичу, или задать очень интересный вопрос, который наведет этот кейлбокс. И, наверное, самое жесткое мероприятие, как странно, – это ретроспективы. Когда спринт закончен и демонстрация проведена, команда фактически тут же может приступить к ретроспективе, на которой задаются вопросы уже не касательно контента самого продукта или приложения, а касательно процесса, как это все дело происходило. То есть у каждого члена команды есть возможность обозначить какую-то проблему, которая намешала двигаться быстро или работать быстрее. И, возможно, даже предложить какие-то идеи по улучшению вообще всего процесса работы в компании. Это могут быть разные банальные вещи. Например, у меня скрипит стул, или у меня старый фон, который мне мешает работать, он тормозит. С этим надо что-то делать. Некоторые должны достать. Вот. Эти все проблемы выносят на эту перспективу, и задача скраммастера – это работать над этим проблемой. Ну и, как вы уже поняли, есть обязательный ролик в скраме – это команда, команда разработки. Скраммастер – это тот человек, который отвечает за организационные процессы, он всех собирает, создаёт правильные вопросы и работает над всеми проблемами. И продукт-онер – это тот человек, который отвечает непосредственно за контент, что, собственно, нужно сделать. В классическом понимании проект-менеджера, пожалуй, вот эти две роли очень сложно объединены в одну варь. То есть продукт-онер и скраммастер – это фактически классический пронжет-менеджер. Как мы работаем по скрамму себя в компании? На самом деле, прохождение скрамм достаточно просто и дешево. Не нужно откладываться на потом, если ты решил работать по скрамму, делай это свой. То есть, конечно, нужно прочитать все книги, гайды и познакомиться с этим блоком поподробнее. Но все, что вам нужно для работы – это, пожалуй, доска, стикеры, маркеры, ну и, может быть, какую-то изолену. Все это стоит очень дешево, и это действительно работает. Потом уже, когда вы почувствуете, что все понимают, что с ним происходит каждый день, вы можете инвестировать и, допустим, купить себе какой-то инстанции в жире, организовать там виртуальные доски, и улучшить таким образом свою жизнь. Но, в принципе, вот этого всего достаточно, чтобы начать уверенно работать, двигаться. Выделяйте продукт-оннера. Продукт-оннер – это не клиент, это не тот со стороны, это именно участник, ну, член вашей компании, который будет отвечать за общение с клиентом, на это он тратит половину своего дня, и на общение с командой, на это он тратит оставшиеся половину своего дня. Следующая важная роль – это скроммастер, это, опять же, сотрудник вашей компании, который проводит митинги, задает вопросы и решает проблему. Я вам об этом уже сказал. Ну, и далее идет девелопмент-тим. Это непосредственно исполнители проекта, и главное требование, предъявляемое к ним, это кросс-национальность. То есть в скроме нужно отказаться от любых титулов, должностей, и какой-то специфической, узкоспецифической работы. Что мы требуем, или к чему мы двигаемся у себя в компании? То, что если ты разработчик, ты, понятное дело, разрабатываешь, но еще немного тестируешь. Или если ты дизайнер, ты, понятное дело, дизайнишь, но еще немного тестируешь тоже. Или если ты, например, тестировщик, то ты, может быть, в скором времени сможешь что-то ходить, или, например, уже ходишь, пишешь акцепт констатисты и гоняешь какие-нибудь. Вот, то есть, как говорил Джо, это T-Shift People. То есть у тебя есть такая основная специализация и еще парочка второстепенных, которые ты можешь выполнять. В принципе, если у вас несколько, вы можете второстепенную роль выполнить достаточно качественно. Так, следующая вещь, которая с вами очень важна, это тэшер, или шипугл-инкремент. То есть, когда спринт завершается, он не завершается просто так, в пустоту, а у команды есть конкретный инкремент по рабочему продукту, который, в принципе, можно зарелизировать. И в идеале это должно строиться так, что когда на демонстрацию собрали все, в том числе и клиенты, команда говорит, мы сделали офигенные фичи, смотри, как они работают. Парна-два, все отлично работает. Клиент задает вопрос, ребята, супер, а когда мы можем это в маркетинг? И такой член команды выходит и говорит, а прямо сейчас кнопочку нажимает, и все по параметра цели нет. Вот это как бы идеал, к нему нужно стремиться. Следующая важная вещь, это естественно, веб-лог в виде юзер-сторис. Как я вам уже сказал, веб-лог, это, по сути, вот эта доска, которая здесь показывает, она относится к одному спринту. То есть, здесь, в Open, мы писали спринт веб-лог, когда правили задачи спринт веб-лог. Потом разработчик, допустим, берет задачу в работу, он умеет двигать в куинт, когда мы ее сделали, он двигает в куэ, и потом наш куэ-специалист понимает, что это надо протестить, и он опять протестит, и все окей, он дымит данность, дымит в Open. Ну, я объясняю, почему. Скрам не обязывает делать именно так. То есть, в классическом скраме нет вот этой колонки куэ. Есть как бы три колонки, и все. Но на самом деле, вы можете уменьшать, применять какие-то свои новые видения. У нас доска выглядит очень многое иначе. Короче говоря, product-бэклог, это вот набор этих спикеров, такую, на вертикальную полоску. Читайте, смотрите, есть. Это несложно, организовать вовсе. Но самая важная вещь, это то, что в product-бэклоге все задачи должны быть оформлены в виде user story. Для всех, это знакомое подражение. Это user story. Так все-таки, что такое user story? Это такой быстрый способ, документирует требования клиента без необходимости разрабатывать обширные, формализованные какие-то документы. То есть, такие талмуды, которые в классическом бутерфолио необходимы. Что самое плохое, что происходит в классическом бутерфолио, это то, что этот талмуд разрабатывает аналитик, потом он переходит к команде разработки, она его читает, понимает под слоем гена. Потом продукт, и этот талмуд переходит к команде тестирования, они опять с ним знакомятся, понимают уже принципиально одним образом, получают продукты, и как бы вот эти все передачи информации от одного взгляда к другому, они плохо действуют в качестве продукта, теряются ценные информации, и все это занимает много времени, тяжело, и так далее. Вот user story помогает всем бороться. User story, она должна быть оформлена в высоком виде. Она отвечает на три вопроса. Кто, что и для чего? То есть, например, я как пользователь хочу видеть красную кнопку, чтобы нажимание на нее приложение отпустили. Звук, краша. Красная кнопка это все из-за страны. Например, чтобы не происходил вызов компонента. То есть, ни больше, ни меньше. То есть, благодаря этим вещам мы понимаем, для кого мы делаем эту user story, что мы хотим сделать конкретно в этой user story, и вообще, зачем это обосновано или вызвано, какая вы там поняли. Есть такое слово, как инвест, такая аббревиатура, которую они придумали. То есть, история должна вот этим требованием. Middle-thirection был, то есть, история можно прямо взять и сделать. Она не зависит от других user stories, она, можно сказать, какая-то марка. У нас есть дизайн, у нас есть бэкэнс, все, что осталось делать, теперь взять и сделать. Первое требование. Второе, это не горшую волну. Команда может обсуждать user story, ее можно смешить в какой-нибудь другой, или разделить на две другие вещи. То есть, она не железобетонная, все можно обсуждать. Следующее, это valuable. User story, безусловно, нужна была цена в первую очередь для клиента, потому что все-таки мы ему делаем продукт, он что-то хочет. Если это сделает его счастливым, это имеет одну ценность, если благодаря этой фиче у нас появится еще пару тысяч пользователей, это тоже большой плюс. эстимулу. User story должна быть настолько правильно оформлена, что ее можно будет оценить. То есть, она не должна быть какой-то очень гигантской или очень маленькой user story, это тоже плохо оформить бездержек проекта. То есть, user story можно оценить. Она должна быть определенного размера, size и fit. Понятно, что если у вас user story тонкая, она не помещается в спринт, то это плохая user story. Ее нужно разбить на stories поменьше. И, наверное, user story размером с один спринт это тоже плохо, потому что это большой риск. Если вы планируете спринт, там одна user story, то есть вероятность, что команда не выполнит того в отведенное время. Таким образом, весь спринт потеряется, элемента не будет, все будут расстроены. Чем больше у вас user story в спринте, чем более они атомарны, независимы друг от друга, тем лучше. То есть команда выполнена темное количество этих user stories, они попадут в ингредиент, а то, что не выполнено, оно не попадет. Тем образом, разделяются риски и так или иначе мы делаем какой-то апдейт еженедельно. И, естественно, следующая обязательная вещь это тест лог. То есть user story можно протестить. В идеале user story должна еще содержать такие acceptance тесты, которые составляются клиентом, продакт-олдером, и они помогают как им в принятии результаты работают, так и команде, которая должна понимать, что окей, я это сделаю, а как мне понять, что я правильно сделаю, благодаря acceptance тестам. Ну, естественно, тестировщики тоже окрадуются, когда все это сделано. У нас в команде тестировщики активно помогают составлять тесты. То есть, как бы, им это тестить, мы работаем совместно в составлении и acceptance. когда кто и как оценивает user stories. Как я вам уже говорил, этот процесс происходит на спринт-плейнинге или на product как local refining. Оценку делает непосредственно исполнитель, то есть development team. Это не один человек, а целая группа разработчиков, которые вовлечены в этот проект. User story оценивается не в часах, а в user stories. То есть мы отказываемся от времени, от привязки к какому-то конкретному времени. Есть какая-то абстракция, которая называется story point. Что такое story point? Расскажите попозже. И для оценки используется техника как play-in-point. На рисунке видно, что есть задача сделать нового в сайте, и мы примерно представляем, что он в два раза больше, чем старый в сайте, который мы уже делаем. То есть человеку гораздо удобнее и подручнее мысли такими абстракциями и сравнивать размеры или трудоемкость этой задачи в виде таких размерностей. То есть в некоторых компаниях измеряется одна story point, даже там у них нет понятия story point, а есть размеры. Например, футболки L, XL, 2XL, они измеряют сложность трудоемкости задачи в виде таких метров. Итак, что такое planning покеры, как это делать? Давайте, наверное, с рисунка начнем. То есть planning покер это ничто иное, как покер. Есть набор карт, игральные, специальные, конечно, карты. И на каждой карте есть цифра, обозначающая количество story point. начинается все с нуля. Классическая вариация planning покера. Потом 05, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. Потом идет знак вопроса. Эта карта выкидывается тогда, когда член команды затрудняется оценить эту story по понятным причинам. Он никогда этого не делал, ему нужно выполнить какой-то research и так далее. Случается повсеместно. И это не зазорно выкинуть вопрос, просто означает, что у нас в команде есть неопределенность, и ее можно решить прямо здесь и сейчас, во время оценки. есть такая карточка забавная как кофе, означающая, что я устал делать оценку, допустим, процесс затянулся, я просто подустал, мне нужно выпить крышку кофе. Это как бы сигнал тому, что команда прерывается, идет на кофебрейк, и потом, может быть, если все хотят, возвращается обратно и оценивает дальше. Еще есть критерий к оценке задачи. Понятно, все могут выпить разные карты. Кто-то говорит один с парикоймом, кто-то восемь, кто-то сорок. Есть такое правило, что оценка удовлетворяет правило, если карта не отличается более чем на три ряду. То есть, если кто-то выпил два, кто-то три, кто-то пять, это окей. Если кто-то выпил два, кто-то сорок, это не окей. Это значит, что у одного человека он недооценивает эту задачу, а у другой переоценивает. И в этот момент скромастер должен задать логический вопрос. Пожалуйста, объясни, что сложна в этой задаче, что ты дал ей 40-й кольник. Человек излагает свои мысли, все его слушают внимательно. Но после него человек, который выкинул двойку, говорит, почему он настолько недооценивает скорость задачи. Она не такая сложная на самом деле. Когда все эти мысли озвучены, команда все их слушает, впитывает, анализирует, после этого происходит еще один раунд оценки и все снова укидывают карты. До тех пор, пока они не попадут три значения в ряду. Вопрос есть? По этому слову. Есть, конечно, такая забавная вещь, когда ты делаешь плейнг покер и кто-то выкидывает карту раньше всех. Этого делать не нужно. Когда в покер играете, не показываете свои карты в рейнболу. Так и здесь этого сделать не нужно. Потому что таким образом вы давите на окружающих своим мнением. Плейнг покер сделан в основном еще для того, чтобы люди не озвучивали свои мысли перед тем, как все остальные с ними еще не смирились или свои мысли не сформировали. То есть когда один разработчик говорит, это вообще сложно, я это делал раньше, это не меньше, 40, 40, это плохо. То есть скорее всего все остальные будут тоже думать, наверное, он что-то бери правду, 40, 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 плохо. В плане покере все хранируют свою оценку, пойдут карту в башню наверх, а потом, когда все оценки свои выложены, они скрываются. Как я говорил, в команде должна быть просто национальность. Если вы подразделяете фронтем и бэкенд отдельно, то, скорее всего, у вас две команды. На вашем месте, скорее всего, бэкендеры могут делать фронтем, а фронтендеры могут делать бэкенд. Объедините их в одну команду, пусть они вместе оценят. Например, поможет вам тогда, когда бэкендер-васса заболел, вам нужно что-то срочно делать, фронтендер петь, я его подскажу. Достоинства планин-кокера. Во-первых, это легко, быстро, иногда даже весело. Оценка не занимает какой-то тяжелый адский мозговой штурм, не нужно человеку сидеть и думать, а сколько же это часов. То есть таких вопросов больше не стоит. Это, скорее, такая игра. Благодаря итеративности мы не делаем оценку всего продакт-бэклога в одной части. То есть сесть и выполнить оценку целого ряда задач в продакт-бэклоге. Из них появляется большее понимание проекта. Соответственно, растет точность оценки. И благодаря итеративности плейм-кокера команда начинает оценивать проекты и задачи. Отсутствие привязки – это то, о чем я вам говорил, когда один человек озвучивает свое мнение о задаче вслух, и все остальные потом машинально начинают тикотеки к этому мнению. У всей команды формируется понимание сути каждой задачи. То есть так как все задачи проговариваются вслух, продуктованно объясняет, как клиент хочет вот это, потому и для того, какие есть вопросы. Начинаются вопросы, все это дело выясняется. Вопросы есть – нет. Это значит сигнал, что пора выкидывать карты. Все выкидывают карты и формируется. У каждого члена команды есть четкое понимание, что нужно сделать и почему. Ну, естественно, в процессе оценки у всех формируется понимание, какие acceptance tests должны быть у визерской. И, соответственно, формируется definition card. То есть, может быть, кто-то из вас подумал, «Окей, я сделал фичу, я ее закоммитил на репозиторию, я все сделал, я молодец». Нет, со скрами уже так нельзя. То есть, фича считается готовой, когда она выполнена, протестирована, она удовлетворяет всем acceptance test, и она уже может идти в релиз. Вот это значит, что фича сделана. Ну что, давайте попробуем пооценивать. Мне нужно четыре добровольца из зала, кто хочет поучаствовать в оценке. Давайте вместе сняйтесь, будет весьма. Поднимайте руки, кто хочет поучаствовать. Здравия. Прошу вас. Еще двое. Не стесняйтесь доказывать, не буду подгоревать. Ты двое еще? Есть такой комплект кашки, какой я покер, где я его на халяву урвал на тренинге. Мы пока что время не поняли. У нас все знакомы с лего, у каждого был какой-то конструктор лего. Это фан, это прикольно. Собственно, наша с вами задача, ребята, мы строим конструктор лего. Что нам нужно сделать в нашем сегодняшнем мероприятии? Нам нужно оценить, насколько можно будет построить вот такой домик, вот такую машинку, такой вот погрузчик, такой главный, вертолёт. Давайте с вами условимся, что вертолётик – это триста рекламе. Я думаю, что вы согласитесь с ним. Это триста рекламе. Ладно, ребят, в общем, я продукт-онор, я знаю, что он хочет принять, он хочет дать его в конструкции, в следующую неделю, в принципе, не важно, когда. Нам нужно оценить. Чего вы хотите начать оценить? С машинки. С машинки. Окей, ребята, смотрим на машинку, думаем, вертолётики, что внутри сто липлоинты. Ваше понимание, насколько сложнее или легче сделать эту машинку по сравнению с вертолётиком. Если у вас есть вопросы по колоду машинки, задавайте мне. А можно вертолётик? Можно все посмотреть? Машинка вот в правый угол, вертолётик в центре. У машинки капот надевается? Нет, она просто ездит. У неё поворачиваются колёса. Угу. Там сиденье за шарнина такое? Нет, всё просто статичное, честно говоря. А руль поворачивает? Да, и колёса поворачивает. Там есть жесткость, яскость. А вертолёт на самом деле не литеральный? Нет, конечно. Он у меня же малого километра. А машин переездит, по целому? Нет, ты её можешь рукой поездить, но моторчика у неё нет. Из Италии у нас есть эта машинка? У нас всё есть. Зачем вертолётик будет? Ну это тоже компонент этого вертолётика. Это тот объект, с которым он взаимодействует. То есть ребёнок берёт руку, учитывает это мнение, и это правильно. Чё по машинке есть вопрос? Да голосуем же! Давайте сделаем оценку рубашную песню. Всё, всё готово. Всё показывается. Скрываем. 3, 8, 5, 3. То есть мы видим на лицо, что у нас оценка не различает более чем 3 карты в ряду. Соответственно, что мы делаем? Замуждаем получить сумму плюс 1. Получается сколько? 8, 8, 16, 19, на 4 это будет... И 3, 6. 4, 7, 5. 4, 7, 5. Вот, собственно, далее не нужно пытаться как бы притянуть это значение к какому-то ровному числу. Ну, сколько у нас получилось, сколько backstory point мы записываем в сложности этой задачи. Окей. Какую следующую деталь вы хотите? Задройте вот эту картинку. Вот эту картинку. Какие есть вопросы? Ползу не открывается. Давайте я попрупнее его сделаю. То есть мы на столбе не только под стена. Нет, что-то есть внутри. Что-то есть внутри. Что-то есть внутри. Я вижу шляпу. Это фонарик. То есть, как вы правильно заметили, да, это блок. Это несколько конструкций. Солидная какая-то часть. Собственно, дверь тоже целиком. В смысле, целиком она открывается? Ну да. Я имею в виду, что она не из практикоприки состоит. А она все блокнотует. Все-таки стена-то есть? Нет, это не очень прозрачная. Томик с обратной стороны тоже не может смотреть. Ну, у меня нет, конечно. Не подсказывай. Кто там что-то есть? Нет. Если готов в соцентр, просто покажи мне башня. Сейчас. Делаем еще одного. Все. Переворачивай. Два, пять, пять, три. Отлично. Команда опять убирает девушки. Суммируем, удивляем. Понятно, да? Что дальше? Давай экскаватор. Ага, вообще. Здесь люди никак не связаны. Да. Да. Это уже лего. Как я сказал. Движение. Здравствуйте. 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 У нас геется всех, нам надо много ресурсов. Подожди. Ты не должен был проводить. Ну, ты не смог. То есть это вопрос по сути. Я, правильно понимаю, что с таким типом. Я вижу, что это другой тип конструктора. Он отвечает от тех как более детских. А я не знаю, наверное. Это вопрос. То есть фактически команда начала правильно, но мы уехали немного в другую сторону. Алексей, он как бы начал дарить на окружающее, говорят, Я вам вопрос хотел выразить. Правильно я понимаю, что мы с таким типом конструктора не работали раз, потому что мы делали предполетник, а там другой феонарь не было? Это тоже лего, но это уже для более взрослых детишек реформатов лего. То есть это полуфункциональная модель, может быть, в позиции есть дряблика, есть самоуправление. То есть каталетика – это это ООО, не знаю, что мы не работали с этими поворщиками. Просто да. Батаретика – это настолько простая модель, что мы ее в триста руководили. Ну почти да. Это лего. Антонушка нет? Нет. А где контролы, где большая? Ну, могу сказать, где-то там. Ну, я бы вам сказал, если бы я был хорошим в лего. Ну, тут где-то контролы. Мы точно понимаем, спускаем. Скорее всего, где-то сзади. Лего есть или нет? Нет, это механическая модель. Нет, контролы нет. Видно, что их нет. Видно, что их нет. Нет, видно, что их нет. А уже много теперь. Да. Нет, конечно. Не-то есть. По-хорошему, есть ноу, а на столе играть хочется, чтобы удобно. Все уже есть, как бы я вам сейчас показал и рассказал. Ну давай же, нажми. Все, переворачиваемся. Вот, на лицо как бы есть конфликт. У меня есть ребенок, и я с ним собираюсь. В вертолете это три, это пада, там все просто. Дом мне чуть сложнее. А здесь это гетогейная позиция. Отлично. То есть, как бы мы видим на лицо, что у человека есть офигенный опыт собирания такого рода книги. И он говорит, что это очень сложно. То есть, на месте Юры я прислушался. У меня примерно такие же воспоминания с детства. Юра, почему ты думаешь, что это так просто? Я не вижу здесь каких-то сложных деталей и структурных взятий друг с другом. То есть, просто в правильной планке, в правильной последовательности сажать в жизнь. По сравнению с вертолете, там это сложнее примерно два с половиной, три раза. Ну, восьмерка, ты видишь. Фишка в том, что деталей здесь нафига. То есть, на самом деле, собирать, например, собираются не положительные. Ты когда с пакетикой приступаешь, там просто в деталях, да? Да, да, да. То есть, как это вместе найти для того, чтобы конструкцию? Сначала сортируешь. Ты наше словно. Не знаю. Не убираешь. Конструкцию идешь, а сортируешь. Только на тебе. Попроешь. Ну, да, да, согласен. Давайте, ребята, попробуем приоценить. Я надеюсь, Юэра согласится с сопротивляющим посложнее. Ну, а остальные могут, в принципе, тоже полупаять, если мы думаем, что это не так уж и адски сложно. Готовы? Точно так и происходит. То есть, мы видим, что команда поделилась опытом, у кого была меньшая оценка подъявы, у кого было больше – опустил. Ну, как бы, в общем и целом, мы это дело употребляем и довольствуем. Ну, вот 13, 20, 20 и 13. Да, до этого было 8, 40, 20 и... Получилось, что мы в 4 раза считаем, так сказать, команда. Вертолетик мы в 4, а это, получается, в 15? Да, фактически, да. Рас получат какие-то там не целые числа, и мы с ними, допустим, соглашаемся. То есть, там, вертолет у 3, машинка там, не знаю, 4 или 75, да? И погрузчик получился, я не рассчитал, ну, около 18-16. Вот. Ну, и домик, я не помню сколько. Короче говоря, процесс понятен, как это делается. Ребята, спасибо вам большое за участие. Мы дом не будем оценивать, потому что времени у нас... Там понятно? 8. Да. Приверс. Пойдите, пожалуйста. Давайте поблагодарим ребятами. И так, какие же результаты у нас есть с клиентами благодаря использованию стран? Ну, естественно, у нас существенно сократился фирбэк. Раньше он был такой достаточно объемный и очень позитивный. Теперь он, в основном, короткий и очень позитивный. То есть, клиент видит рабочий продукт, он радуется тем, что может его зарелизить. И у него как бы нету претензий. Потому что все эти требования, которые он ждал получить, они были прозрачны. Команда их знала, старовщики знали. И потом клиент, естественно, этот результат получил. Благодаря демкам, которые раз в неделю проходят, ну или по итогу спринта. Спринт может быть от одной недели до четырех недель. Это решает командование, как бы технологический процесс. Мы показываем динамику клиента. То есть клиент получает сбор регулярно, у него стресс уменьшается, он начинает нам больше доверять. Это, безусловно, позитивное влияние. И вместо привычных, чтобы все было готово вчера, клиент начинает правильно конструировать мысли и правильно задавать задачи. То есть я хочу конкретно вот этот набор вещей в ближайшее время. Это отличная постановка вопроса. Ну и клиенту, безусловно, приятно, что все его изменения приветствуются. То есть так как Scrum это agile, мы готовы внедрять свои изменения клиента. И практически каждый новый клиент мы готовы к любым изменениям в проект. Чего же мы добились компании благодаря использованию Scrum? Ну, как мы уже отметили, благодаря ежедневным митингам все знают то, что делают, кому нужна какая помощь. Благодаря еженедельным демкам существенно повышается качество продукта. То есть на демке присутствуют все. Все видят в реалии, как работает продукт. Могут сказать какие-то свои мнения. Тем самым как бы улучшается все качество продукта. Ну и благодаря этим перспективам каждый имеет возможность внести свое лепто в улучшение процесса. Улучшить этот процесс, ускорить этот процесс. Это тоже здорово. То есть нет каких-то там менеджеров, которые когда-нибудь будут в этом новом комнате. Я говорю, что он мне нужен, но все его стучут на мнение. Это здорово. Ну и, естественно, постановка задачи в виде User Stories, она помогает идти вперед. Внедрять какие-то новые современные технологии. Какие-то как вайфер, хевер, дрима-генома или тест-дрима-генома. Ну и, естественно, катинец, публяшн. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. А как поинты вот эти сводятся? То есть наценка поинтов сводится к работе? На оценке времени, на оценке ресурсов. Окей. То есть перед тем, как начать оценивать, мы должны определиться с какой-то типичной эталонной задачей. В нашем примере это был вертолет. То есть в идеале вы, как команда, должны сказать, я знаю, собирал на вертолетице ребенка, все остальные ребята тоже были окей. Я тоже примерно понимаю, что это три стори-пайнта. Окей. Мы могли сказать, вертолетик это десять стори-пайнта. Скажите потом, сколько вам придется. То есть это полная абстракция, она ни к чему вас не обязывает. Вы назначили эталон, дали ему рандомное количество стори-пайнта. И потом сравнивали любую задачу с этим эталономом. Вы говорите вам два раза больше, три, четыре и так далее. Ещё? Три стори-пайнта. Пять, восемь, тринадцать. Потом по мере движения по проекту, мы на ретроспективе можем сказать, ребята, окей, какая у нас задача была идеальная, восемь стори-пайнтов. Ну вот это. Лично я ее беру, я старый мастер. И клевер ее вот отряд с восемьем. То есть фактически у меня будет такая небольшая картонка со стикером, которая поможет команде в следующей оценке более точной. Да, и деление новых задач. То есть они смотрят, сравнивают уже не с одним эталоном, но с нескольким. Это, кстати, классно, потому что эталон, когда он один, он потом замыливается, все забывает. А с чем вообще страна? Сделали как статистическая реванция перед саморологией командой? Да, она уже такая как бы эмирическая. Шишки набили и поняли, что… Тут мы не гадали, это было восемь стори-пайнтов, когда все как-то дружно согласились, и признали это, если мы достали. Ну и так далее. То есть сетка заполняется, там должны быть все на свете задачи, а то тут как-нибудь в самую. Ну и все, ну, Лен. Вы оценки в папа тоже приносите или переводите? А клиенту же все равно скажут так. Ну, скажут так. Ну, сорок пользуется. То есть, на самом деле, погружать клиента в скрамы нужно так постепенно. Все, что ему нужно знать, если вы как менеджер, правильно понимаете? То есть вы с ним общаетесь и говорите, его не надо шокировать, типа завтра мы начнем под скрамы работать. Что? Это как бы технологии небольшой для клиента, может быть. То есть он не знает, что такое скрам. Поэтому вы должны ему сказать, смотри, мы тебе будем присылать новый сбор каждую неделю, который ты сможешь из-за релиза-стор. Окей? Он скажет, наверное, где на ребенке? Да, я согласен. И дальше что вы с ним должны сказать? Что он будет принимать участие в постановке задачи с product owner. То есть product owner каждый день боится общаться с целью получить какие-то новые данные по новым задачам или уточнить имеющиеся. Это фактически все, что нужно знать клиенту, чтобы работать с командой, которая работает по скраму. То есть это фактически, да. Но вы должны договориться с клиентом, что изначально вы ему скажете, что тебе это займет ровно три месяца, и мы сделаем это за столько дней. Вы ему должны сказать, давай мы начнем делать проект, и за три недели мы поймем, какова наша скорость. То есть измеряя story point, которые вы выполнили в спринте, мы можем реально сказать скорость работы нашей команды. Она измеряется story point. Мы говорим, что окей, наша команда может заделить 40 story point в неделю. И вы, имея подплог и оценку по задаче в подплоге, можете сказать, что вот этот функционал тебе приедет через три недели. Это будет стоить столько денег, посчитав на рабочие часы персонала компании. Йорк, Викторс? Не бывает ли у команды соблазнов пускать какие-нибудь активности? Безусловно, для этого и искром мастер. То есть он прям следит, и платит на выходе, чтобы перебить, и будет чисто? Да, причем он не должен это делать физически или капитально. Тоталитарно. Он должен делать это как хороший психолог. Как мы делаем у всех команды? Есть Slack, там есть Bob, есть группчатка в проекте. Бот туда постит. 15 минут будет витинг. Пошли все на вытинг. Все идут как зомби на госке и общаются. Как люди. Да. Вы, по-моему, ли вы себе считаете производительность термата «Застрит», когда вы считаете, что вы все эти 100 км на работу кучу складываете? Ну, т.е. мой вопрос – это опять с задачи по одной, с 100 км на работу одной, с этой стороны задачи. Ну, в идеале – да, но как дорого. По факту – не всегда. Безусловно, мы не можем дать идеально точной оценки. Благодаря усреднениям мы уже допускаем какую-то погрешность. Т.е. кто-то дал больше, кто-то меньше. В общем и целом получилось примерно так. Т.е. сказать, что один стори-пойнт или пять стори-пойнтов – это пять одна стори-пойнтовых задач. В идеале можно, но… В конце концерта, говорите, вы сделаете 40 км. Да, потому что мы дали им оценку, мы их сделали, мы суммируем все, что мы сделали в стори-пойнт. И это получается львосица. И желательно, чтобы львосица росла, если она падает, это плохой сигнал, и с этим нужно взять. Да потому что львосица просто потому, что вы декомпозируете лучше, у вас много маленьких задач. Задачи лучше складываются. Это же классно. Т.е. на следующей оценке вы решили, а давайте мы не будем делать большие задачи, сделаем маленькие, лучше их оценим, и все будет прозрачнее, попроще. Ну, почему? Наоборот, это помощь команды. Т.е. все вот эти вот техники – это как бы менеджмент. А задача менеджмента – это помогать людям, где он их работает. И, возможно, сразу дать команду литеративно. Т.е. мы сразу понимаем, что вы получаете 100%. Это можно литеративно. Т.е. мы сразу рассматриваем с обнаружениями. Т.е. это не некоторая велосия, это некоторый индикатор отбиваемости команды. Но пока мы принимаем в cenote. Т.е. больше нет. Констант sixty — то есть Kim Said. Полет. Есть ли проект, в котором участвуют на видеораз strains разработок от тестирования. То есть мужика играется по подходу, это нормально иногда так сказать? Или какие страны, этих командах лучше разделить на несколько вопросов, Смотрите, если эти товарищи тесно друг с другом связаны, если в одной команде что-то решили, что впоследствии повлиять на другую, допустим, как у нас всегда было, одни делают андроид, другие iOS задавали в этом вопрос, а как мы там архитектурно решили вопрос? Главное, это все техническое. А в этом есть? Вот, наверное, там еще важнее. Их нужно интегрировать вместе, потому что дизайнер порой дизайнер то, что разработчик не хочет делать или это очень сложно и так далее. То есть как раз объединив их все вместе и, допустим, вы как менеджер говорите, у нас есть задача сделать этот скрин. Для начала нам, конечно, нужен дизайнер. Допустим, дизайнер взял эту задачу и на митинге или на демпинг допустим. Разработчик может поучаствовать, посмотреть, что раздел дизайнер, свой фейсбек внести. Или, например, пообщаться с ним, воперкуливать и сказать ему, «Слушай, давай ты не будешь эту хрень делать?» Я как бы зашиваюсь. Почему нет? То есть команда должна общаться. Эти митинги они обязательны, но кроме них проходят еще какие-то между собой. В частности, есть четкий регламент на стандартный митинг. Он не должен длиться больше 15 минут. Все отвечают только на три вопроса, а не больше. Если только начинают говорить, «У меня там такая фигня, потом такая фигня, я нашел вот это, и ты говоришь, стоп!» Давай ты вот это все скажешь после митинга с теми, кто хочет вас слушать. Кому это нужно? Например, на кого повлияет проблема? Кто-то говорит, на меня, на меня. Окей, вы ребята обязательно после этого митинга обсуждаете о следующем. На митинге кончен, все остальные идут на работу, на большие места. А эти товарищи обсуждают. То есть задача – это провоцировать всех. Я вынужден их закончить. Да, тут просто нас уже поторапливают, какое-то следующее мероприятие начинается. Поэтому Сергей здесь, давайте просим его в индивидуальном порядке. А со своей стороны хочу всех поблагодарить за внимание и спрашивайте нас. Будем рады, наверное, прийти еще сюда, если вам понравилось. Спасибо всем! Спасибо! Спасибо!